Иисус Христа 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 Чтобы Богу действовать легально на этой земле, ему нужна плоть. Чтобы дьяволу легально действовать на этой земле, тоже нужна плоть. Вот он ищет своих людей, через кого бы он мог зло приносить на землю. И вдруг он находит ученых и дает им такие, знаете, разные схемы, такие разные варианты и формулы, чтобы они уничтожали человечество. И вот потом мы смотрим, знаете, на снимки. О, там, как там, бомба-малыш взорвалась там, уничтожила столько людей. Там такая-то бомба, испытание такой бомбы. Откуда эта бомба появилась? Просто представьте, откуда, откуда такие знания на уничтожении? Представьте, одна какая-то бомба уничтожает сотни тысяч людей, если не миллионы. То есть, Бог благословляет нас, чтобы через нас благословения шли дальше. Вот задумайтесь, в день нашего спасения, когда мы приняли Иисуса Христа в свое сердце, мы перешли от дьявола, дьявол отпустил свои руки и контроль. Теперь у нас новый лидер, новый шеф, это Иисус Христос, новый начальник, Господь. В этот момент Господь вас не забрал на небеса. Вы никогда не задумывались, а почему Он это не сделал? Некоторых Он забирает, есть исключение. Некоторых Он и забирает. Он помолился и его скорее забрал, чтобы он снова, знаете, не отошел. Это исключение. В основном, когда люди принимают Христа сознательно, вступают на путь христианина, Бог их не забирает на небеса. Вот задумайтесь, там же лучшее на небесах. Так почему же Он в лучшее место не забирает? Ты же его любимый сын, ты же его любимая дочь. А потому что теперь через тебя Он может действовать на этой земле. Я не верю в прихожан. Я не верю в священника и прихожан. Да, есть пастор, это служение, это Библия говорит. Но я верю, что мы все христиане, посвященные Богу, мы все служители. Каждый является служителем. Кто принял Иисуса Христа, является служителем Господа. Вот просто представьте, Иисус исцеляет бесноватого человека, в котором был легион. Написано, что он цепи рвал. Представьте, сколько людей надо было выслать, чтобы арестовать этого человека, который рвет цепи. И он кричал и бился, и той дорогой, той местностью никто не ходил. А может быть, это было напрямик. Вот просто представьте, идут люди. О, нет, я там не пойду. А почему? А там живет человек одержимый, опасный. Он может убить нас. Он может напасть на нас. И все обходили эту местность. Это было страшно. И вот представьте, Иисус специально туда приходит с единственной целью. Это этот человек бесноватый, в котором был легион. Легион – это 6 тысяч. Примерно так вот. Это была цифра легион римской армии. 6 тысяч солдат. И вот когда слово легион говорили, это говорило 6 тысяч бесов. Вот я даже не знаю, какого ранга эти бесы были, какие имена у них были, какие задачи у них были. Но было видно, что этот человек мучился и мучил других. И вот представьте, Иисус приезжает в эту местность, находит этого бесноватого, изгоняет из него бесов. И этот человек, вот просто представьте, из-за держимого, ужасного зверя, можно сказать, человеком он выглядел только, наверное, внешне. Все остальное в нем было просто сплошной демон. Он становится абсолютно нормальным человеком. Абсолютно нормальные глаза, светлые. Просто нормальный человек, абсолютно. И вы представляете, Иисус дает ему сразу же задание. Он говорит, иди и расскажи, что сотворил с тобою Господь. Потому что его знали все. И вы знаете, что на этой земле есть спасенные люди. Они счастливые люди. А есть неспасенные люди. И они несчастные люди, которые тоже нуждаются в спасении и в счастье. И я вам скажу одну, не идею, а я вам скажу то, что ни один человек на земле, ни один, не может прийти к Богу без верующего человека. Есть исключение? Есть. Когда лично Иисус приходит в мусульманский мир или куда-то там. Потому что он царь, он Господь. Он Бог, он делает все, что он хочет. Но обычно люди неверующие спасаются через людей. И вы не можете, просто вы не можете, если вы даже не подумаете об этом, что вам нужно спастись. Вы будете жить, как обычный человек. Ну, как все грешники живут. Вы умрете и пойдете в ад. Если в вашу жизнь не придет верующий человек и не принесет радостную новость, не помолится с вами, вы на небеса никогда не попадете. Да, факт говорит о том, что Иисус пришел, спаситель мира и спас нас всех. А почему тогда люди идут в ад? Вы не задумывались? Почему большинство людей не в церкви? Почему большинство людей не с Иисусом? Потому что они просто многого не знают. Если ты хочешь уверовать во Христа, тебе нужен верующий человек. Тебе нужен христианин, который знает путь ко Христу. Поэтому многие люди, знаете, свидетельствуют. Да я жил, как все. Обычно нормальная семья. Все, жил, жил. Я даже не знал, даже не задумывался. Да, приходили моменты, например, мысли такие, что умру. Я умру однажды. А что будет дальше? Я не знаю ответа на эти вопросы. Но чтобы прийти к Иисусу, вот вспомните. Видите, каждый человек приходит через другого человека. Вот по этой причине Бог, когда человек спасается на земле, не забирает его на земле, а дает ему задание. Рассказывать об Иисусе всем остальным. И приводить людей к Богу. Рассказывать о пути, как прийти к Иисусу. Мы все с вами помним деяния, я не помню точно, какая глава. Восьмая, может быть, глава или девятая, где говорится, что Евнух, да, он хранитель всех сокровищ царицы. Он ехал, знаете, со свитой своей, он любил в храм приезжать, поклоняться. И он ехал и читал Слово Божие, пророка Исаию. Вы знаете, ни один человек не мог читать, потому что свитки были только в синагоге. Только богатые люди, особенные люди, имели возможность иметь свиток свой. Рулоны, два рулона раскатывать и читать. Вот так вот. Сегодня у нас свитки в телефонах, свитки у нас в планшетах везде. Раньше такой не было, все устно передавалось. И вот он едет в своей карете и читает Слово Божие. И как агнец, безгласен он был, безмолвлен, предстригущим его. И читает, читает. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. И вдруг Господь говорит Филиппу, пристань к этому человеку. Представьте, охранник всех сокровищ царица. И тебе говорится, пристань к этому человеку. И он послушался Духа Святого, пристал к этому человеку и спрашивает его, понимаешь ли, о чем читаешь? И он говорит, нет. Просто вот так вот говорит. Ты, когда Библию читаешь, ты понимаешь? Многие люди говорят, да, я понимаю, что там непонятного-то. А я вам скажу, там все непонятное. Там очень много непонятного. Очень много вопросов. Если вам непонятно, будьте искренними и честными. Так и скажите. Непонятно. Не понимаю. По-русски написано. Читаю. Вообще не могу связать. Смысл. Что? О чем? И вот представьте, он спрашивает. Ты понимаешь, о чем ты читаешь? Он говорит, нет, не понимаю. Как же я пойму, если меня кто не наставит? И тогда, написано, Филипп стал благовествовать ему о Христе. Он стал говорить, это Иисус, который пришел в этот мир. Это Иисус и есть этот Агнец Божий. Это овечка, который был заклан за нас. Текла вот эта кровь. Он не за себя страдал. Он страдал за наши грехи. И написано, что Филипп и Евнух, они приблизились к воде. И представляете, Евнух настолько жаждал Бога и говорит Филиппу, А что мешает мне креститься? Что мешает мне заключить завет со Иисуса с Богом? Он говорит, если веруешь от всего сердца, можно. Написано, они сошли в воду. И Филипп крестил этого Евнуха. И написано, и не стало его. Дух Святой телепортировал его в другую местность. Вообще за десятки километров. В другое вообще место перенес его. Моментально. Написано, Евнух поехал дальше, радуясь о Господе. И потом, знаете, ученые находили раскопках, когда занимались раскопкой археологии, находили монеты с изображением христианские были изображения. То есть туда пришло христианство. Туда пришло христианство. Как? Как благословение пришло в ту страну? Через Филиппа. Видите? Через человека. Через божьих людей. И это нам нужно усвоить. Что нам Бог помог. Нас Бог спас. Нас Бог исцелил. Нас Бог оправдал. Нам Бог помог. Чтобы мы теперь сказали, Господь, возьми меня и употреби для Твоей славы. Чтобы мы могли быть полезными в Царстве Божьем. Мы иногда не хотим ни за что отвечать, хотим быть независимыми людьми, но в то же самое время быть на короткой ноге с Богом. Знаете, на коротком звонке, если что, позвонить, чтобы Бог ответил. А хочешь что-нибудь делать, взять какую-то ответственность? Не-не-не-не-не, у меня другие дела. Давайте не будем лицемерить и давайте не будем, знаете, вести себя странно. Я вам скажу такой пример. Бог очень многих людей исцелил. Где они сегодня? Их нет сегодня в церкви. Бог очень много браков восстановил. Были, знаете, такие молитвы. Молитесь там, семья там распадается. Молитесь. За них молились. За них молились. И Бог помог. Семья снова вместе. Крепкая, надежная. Их нет в церкви. Они получили, что они хотели. И ушли. Человек был больной. Получил исцеление. Нету его. Кто-то говорил. Братья, сестры, молитесь за работу. У меня такая плохая работа. Я такой нищий. У меня вообще денег нет. И знаете, братья, сестры. Молились. Сражались. За брата. Чтобы у него была работа. Работа есть. А в церкви его нет. Встречаешься с ним. Говоришь. А ты где? У меня работа. Не могу. Не могу. У меня работа. У меня график такой. И я Господу сказал, Господь, вот я, возьми меня. Я хочу быть очень благословенным человеком. Не только для себя я знаю, что мне не так много надо. Человеку на самом деле не так много надо. Ему не нужны миллиард долларов. Евро. Не нужен. Но если ты смотришь совершенно другими глазами, ты можешь попросить этот миллиард. Потому что такие проекты у тебя. Тебе стоким людям надо помочь. Ты не можешь съесть три тарелки супа. Ты максимум две съедаешь. Все. Зачем ты так много у Бога просишь? Я прошу для других. А зачем мне сила Божья? Зачем мне сила Божья? Люди просят. Бог, помажь меня, помажь меня. Ты готов с этой силой потом работать? Опустошать больницы? Опустошать кладбище? Ты готов? Если ты получишь такую силу, извини меня. Ты должен будешь работать. Потому что сила для работы. Громкий голос необходим только для того, чтобы просить. Но, чтобы и прославлять Бога. Если Бог что-то произвел в вашей жизни, благословляйте других. Позволяйте Богу действовать через ваши жизни. Если Бог как-то помог вам, помогайте другим людям. Как? Минимум. Молитесь за них. Вас никто сейчас не просит бежать куда-то, что-то рассказывать. Вы почувствуете это сами. Но вы можете молиться за них. В нужный момент вы можете сказать человеку об Иисусе, что есть Спаситель этого мира. Вы знаете, как многие люди благодарят? Они говорят, спасибо, что ты сказал мне. Я потому что я не знал. Я вам скажу. Я тоже не знал. Мне рассказали. Но мне рассказали родители. Но ведь они же рассказали. Я не узнал это сам по себе. Мне рассказали родители. И внушали мне. Я с детства знаю о Боге. Слышал. Несмотря на то, что только в 17 лет я родился свыше. И познакомился лично с Богом. Уже не через родителей. Уже без участия родителей. Напрямую. Иисус переживает за людей. Иногда мы делим. Вот это плохие люди. Их надо наказать. А у меня вопрос. Для хороших ли людей родился Иисус? Он родился для грешных людей. Чтобы спасти их от грехов. И он много раз говорил, что больные нуждаются во враче. Они здоровые. Не надо хоронить плохих людей. Их надо спасать. Их надо исцелять. Их надо воскрешать. Их надо благословлять. Поэтому измените ваши молитвы. Не просто говорите. Бог благослови меня. Восполни мою нужду. Почему эта молитва неправильна? Потому что не только твоя нужна быть нужда восполнена. Но и нужда других людей. Если бы Иисус был бедный, если бы Иисус не мог творить чудеса, было бы так. Только у Него все в порядке. А все бы ходили и завидовали. Везет же Иисусу. У Него все в порядке. Но Иисус бы говорил бы. Знаете, я бы дал вам. Но мне только хватает на себя. Но вас мне не хватает. А Он был богат всем. И Он все раздавал для всех. И апостол Павел пишет. Мы ничего не имеем, но всех обогащаем. Понимаете? Это несопоставимые, правда, слова. Но это так и было. Апостол Павел. Посмотришь, ничего особенного. Человек. Но за этого помолился, благословил. За этого помолился, благословил. Того исцелил. Почему? Он позволял благословениям течь. Позволь Богу течь. Позволь благословением через тебя, там, где ты находишься. Позволь Богу. Я вам скажу, последнее время истекает. Мария, Мать Иисуса, позволила, чтобы благословение текло через ее жизнь. Представляете? Нужен был человек, оказывается, всемогущему Богу, который может все, знает все, имеет все. Нужна была плоть. Нужно было тело. Кто даст? Кто даст свое тело, чтобы Бог родился на этой земле? И Мария согласилась. Она согласилась, чтобы благословение пришло на эту землю. Согласись, и ты на план Божий. Он лучше всех планов. Не планируй свою жизнь без Бога. Спроси лучше о том, что Бог приготовил через тебя. И смотри на себя так, как я сегодня прочитал об Аврааме. В тебе благословятся все племена земные, все народы. Если ты думаешь, я единственный в своем родстве, кто верующий, никто, они вроде бы шли за Богом, но остановились. Так Бог тебя как раз таки и избрал, чтобы через тебя ты был верный, чтобы было всегда к кому прибежать. И чтобы было с кого брать пример. Поэтому не унывай. Знай, что ты как Авраам. Ты знаешь, я Отец, через Которых благословлятся все народы. Все, кто вокруг меня, будут благословлены. И даже если нас так немного, но мы все придем к единству и с нашим Господом лично установим эти отношения. Скажем, Господь, используй меня для Твоей славы. Я хочу, чтобы ты так сильно благословил мою жизнь, чтобы многое вокруг меня благословлены были. С целью и для себя, и для других. Как вы представляете, как все будет меняться? Все начнет меняться. Богу нужны эти люди. Богу нужны эти люди, через которых благословения будут течь. Давайте сейчас будем молиться.